Работа над станцией метро по своей сути это больше архитектурная задача или все-таки инженерная? Ну понятно, там технология же очень сложная. Нет, для меня это конечно абсолютно архитектурная задача, потому что я же иноземные объекты строил и не раз. И под землей развязаться, тем более в каких-то сложных градостроительных ситуациях, в сложных пересадочных узлах сложнее, чем на поверхности, прямо на порядок сложнее, поэтому увязать все компоненты будущего проекта, это задача номер один, а сделать интерьер, ну это просто легко и просто, потому что приятная работа, это именно приятная работа, такая заключительная стадия, но она не важна, или в начале, или в конце, просто она видимо пассажиру, и поэтому от нее конечно ловишь вот то удовлетворение, которое тебе дает наблюдатель, пассажир, пользователь, а на самом деле работает, как любая работа архитекторов, вот, общие там объемы, планировочные решения, пусть они в земле, но они точно такие же, как и на поверхности. А у станции метро еще есть функции бомбоубежища до сих пор, и вот это все есть? Ну, они есть, кое-где они отменены на новых линиях для того, чтобы удешевить строительство, они сняты эти функции, но в основном они остались, потому что мы всегда готовимся. А сейчас станции делаете какие-то, вот прям вот, включая концептуальное проектирование, или вы вошли в стык там с системой? Нет, делаем, 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 делаем. Те работы, которые вернулись и не прошли экспертизу, мы начинаем делать с самого начала. Кто прошел экспертизу, там сложнее, потому что нам надо все-таки по того самого проекту утвержденного придерживаться. А он вам не очень нравится, значит, если сложнее, вы сказали, там сложнее, который не прошел экспертизу. То есть, по сути, вам не очень нравится вот этот новый дизайн, который появляется, Или как раз концепция «хорошо», а… Я как президент Союза скажу, что мне любая архитектура… А мы же мирно называем, почему? Просто вот общий фон. Ну, я просто знаю, что это все в прошлое время. Ребята не в теме, понимаешь? Ребята не ловят современных тенденций именно метростроения. Но какие-то там свои представления об архитектуре вообще есть. А то, что надо делать под землей, даже близко не понимают. Вот смотри, простой пример. Подземное строительство. Идут тоннели-проходческие щиты. Раз, два, три. Получается станция из трех тоннелей. Каждый сантиметр для того, чтобы выбрать этого грунта и соорудить конструкцию, требуется невероятное усилие. Метро всегда очень дорогое в удовольствии. То есть очень много денег, очень много трудозатрат, очень много пота и крови. И смертей, и самая вредная работа, которая только может быть, она под землей. И вот человек вырабатывает эти конструкции, сооружает обделка. Обделка – это вот основная конструкция в метрополитене. А приходит… Ну, вот там тюбинги, я про глубокие сейчас говорю, станции. А приходит лихой молодой архитектор. И вместо того, чтобы каждый миллиметр пространства сохранить, он делает все наоборот. Вместо такой конструкции он делает такое. И вся работа огромного коллектива метростроителей идет на смарку. Если человек этого не понимает, то его переубедить в этом невозможно. Он все время думает, боже мой, почему все время так? Я сделаю так, и я в результате того, что вот там наращу конструкцию и все пространство займу, я буду великим архитектором. Это неверная позиция. Здесь все амбиции слишком сильны. Амбиции, к сожалению, непреодолимы в определенных ситуациях. Это печально. Вы подписывали письмо в поддержку действий культуры, в поддержку политических Крымов. Ну, давно уже эта история была. А последующее развитие инфраструктурного Крыма, архитектурного, если оно есть, оно оправдало надежды? Я знаю, что в Севастополе Ракова стала главным архитектором после череды, там, ряда достойных людей. Ракова стала, это сильнейшая личность. Марина Ракова там в Воронеже, которая была. Думаю, у нее что-то получится. Она прямо, ну, кремень. То есть команда там нормально работает? Я думаю, сейчас она формирует или уже сформировала команду нормально. И, конечно, ну, как всегда, я тебе одну и ту же фразу говорю, надежда есть. Должно что-то случиться, хоть в Крыму. Вливание туда хорошее, денежное. Но под санкции вы не попали, я надеюсь. Нет, ну, какие санкции? Господи, я под землей живу, какие там санкции? Хуже уже быть не может. Один из ваших очень известных проектов «Монорельс» в ДМХ, вот эта вся ветка. Сейчас звучала история, что Вау-хаус, бюро московское, хочет превратить их в какие-то висячие сады, ну, какая-то парковая история. Почему произошло, что «Монорельс» не эксплуатируется в должной степени? Ну, там изначально была неверно заложена концепция. Вот смотри, на самом деле история «Монорельса» очень сложная. Внутри ВДНХ хотели сделать такой прогулочный маршрут в виде «Монорельса». Внутри ВДНХ, ключевое слово «внутри ВДНХ», прогулочный маршрут. Под это сделали состав, под это сделали основные конструкции. А ВДНХ в то время было раздербанено до предела. Там каждая точка была продана определенным людям, павильоны, эти торговые ряды. Это, ну, просто хуже черкизовского рынка. И вот этот «Монорельс» не влился туда, не влился на ВДНХ. А построить надо, вроде бы уже какие-то деньги. Деньги выделили, все. И поэтому все развивалось вокруг ВДНХ. А подвижной состав-то это вот такой крошечный, на 12 человек, не более того, один вагончик. Или надо было принимать иное решение, сделать нормальный подвижной состав, менять нормальную конструкцию, выстраивать по другому трассу. Может не гулять вокруг ВДНХ, а запустить, не знаю, на периферию какой-то. И этого шага не случилось. И поэтому прогулочный вид транспорта превратился, вроде бы, как в общегородской для перевода. И ни то, ни сего не получилось. И получилось так, что он основных своих функций перевозка пассажиров просто-напросто не выполняет. Потому что ходит редко, вместимость нулевая. Для чего он именно так идет, непонятно. Это ведь никому не объяснить. А вас не спрашивают. А нас и не... Не, ну конечно, зачем это? Это все такая серьезная политическая воля. Поэтому что сейчас будет? Я думаю, он так и будет. Вяло существовать. И с цветочками, лепесточками проблемы не решишь. Вау-хаус. Контора хорошая. Но для чего там стыдливо прикрывать то, что хоть как-то функционирует? Все равно функционирует. Я не думаю, что это в убыток все идет. Может, прибыли никакой нет. А сейчас в Москве растут стремительно арт-кварталы, цифологии. Причем они зачастую вырастают на месте промзом. Разные. Как вы прокомментируете этот процесс? Хорошо это для города или плохо? И какой арт-квартал наиболее удачный на ваш взгляд в Москве? Ну ты же понимаешь, ведь это же слово арт-квартал. Ну арта там может и быть, да. Да, арта просто-напросто может быть не быть. И прицепив слово арт, но, наверное, это такой хороший маркетинговый ход, который позволяет даже за большие деньги продать то или иное пространство. Точно не могу сказать, какой арт-квартал. Ну арт-квартал красный акцентр. Один лучше другого. Два арт-плея, красный акцентр. Два таких разных. Ну с арт-плеем я просто хорошо знаком. У меня бы даже выставка была в арт-плее. Ну если вы гранатным, то где бываем? В арт-плее или в красном октябре? Ну на красном октябре, пожалуй. Пожалуй, на красном октябре. Там поинтереснее все. Все эти задумки. Ну это же так получилось на самом деле. Какие задумки? Надо было только не испортить ситуацию. Она, в общем-то, не испорчила. Поэтому красный октябрь интереснее. Думал, что да. У меня возникает мысль, когда я вижу бурный рост вот этих арт-кварталов, что по сути это такое девелоперское решение, что вот у нас есть какая-то сложная зона, пока мы с нее снимаем аренду, сносить там нельзя, там памятники какие-то. Потом время пройдет, все подутихнет, и там вот вырастет вот этот ЖК какой-нибудь серьезный. У меня вот такое ощущение. Есть ли такой процесс, во-первых, а во-вторых, как оптимально было бы использовать промзоны, которые часто являются памятниками архитектуры или элементами городской идентичности? Я даже не сомневаюсь, что вот этот процесс именно так пойдет, как ты говоришь. Да, конечно, такие жирные куски в центре Москвы, они не могут, будь то Курский вокзал, будь то он там, стрелка наша, они не могут жить по-другому. Они, конечно, должны давать совершенно сумасшедшую прибыль застройщику, поэтому этот процесс, он неизбежен. Как он пойдет, это второй вопрос, или шаг за шагом постепенно-постепенно для того, чтобы не травмировать город и все население, или же все спокойно под бульдозер и дальше делаем панельные дамы. Не, промзона это, промзона не будет. К сожалению, опять же, к сожалению, надо, вот тот баланс не соблюдается. Все равно промышленность должна в ткани города, какое-то место притяжения трудовых ресурсов должно быть. Мы не должны вдруг, неожиданно, вытолкать всю промышленность из города. Конечно, в тех промзонах должно что-то, какая-то составляющая промо, условно назовем промо, остаться. Ну, хоть что-то, хоть в каком-то виде. Ну, я не знаю. Ну, ты вот опять все в музее, я думаю, танки, ракеты, пулеметы, вот что-нибудь такое серьезное. В зоне риска промзоны, выходящие второй такой же пласт конструктивизма, потому что понятно, что 18-19 век он более-менее сохранится в результате, но в Москве в периферии нет, конечно. А что произойдет в Москве с конструктивизмом, которого реально много? Он тоже решает. И, кстати, в этих промзонах-то тоже много довольно конструктивистских историй, которые сдаются там под швейные цеха. Ну да, но ты знаешь, в какое время конструктивизм зарождался, как он существовал, почему он умер. Ясно, что технология была слаба, а стройматериалы отсутствовали. То есть в нем заложен? В нем изначально заложен порог, вот тот самый порог самоуничтожения. Поэтому прилагать такие усилия, как к наркомфинам, вряд ли кто будет. Ну, потому что есть личности, которые типа Леши Гинсбурга или Наташи Душкиной, которые стену пробьют элементарно вот своим упорством, своим болением за свою семью. А они одиночки, вот тот же Гинсбург или Душкина. Поэтому, я думаю, все будет обречено. Тем более народ этого не понимает. Вот народу Лепнина на стене 18-19 века понятны, и народ выйдет даже на баррикады для того, чтобы оставить то или иное здание. А с тем же конструктивизмом, ну что это? Как это? Как пояснить народу? Ну, конечно, ну, конечно. Поэтому, я думаю, во многом он обречен. В Москве массово реконструируются парки, причем реконструируются так, что один очень похож на другой. Это западная история, хорошая иногда архитектура, но парки начинают делиться до реконструкции, после реконструкции. После реконструкции это такие филиалы Зарядия или парка Горького. Хорошо ли это? И вообще, чем обусловлен этот процесс? Эта ситуация меня печалит. Печалит более того. Не то, что печалит. Опять же, я нахожусь в каком-то раздрызганном состоянии по этому поводу, потому что это не только в Москве происходит. Вот это движение, парковое движение, причем под одну решину и под один карандаш, к сожалению, идет по всей России. Ты говоришь о Москве, а я говорю обо всей России. Индивидуальность зелени снивелирована до предела. Один и тот же материал, один и тот же архитектурный прием, одни и те же объемы. Вот тебе песочек, вот гранитная плитка, вот гранитная крошка, а вот тебе плиточка. А тут водоемчик мы сделаем обязательно такой, дерево, выйдем на набережную. Все, вот я перечислил все, что только возможно. Конечно, мы теряем индивидуальность. Не может одна контора заниматься обустройством всех городов, будь то зеленые насаждения, парки, скверы, бульвары, будь то улицы, улочки, проспекты и прочее. Понятно, о чем я говорю, это недопустимо. Тем более безработица среди нас, архитекторов, она, к сожалению, превысила все допустимые нормы. И я, конечно, категорически против. И ты понимаешь, еще вот такая вера у этих контор, что они делают все правильно, что вот они, боги, они знают, как делать, все остальные абсолютные непрофессионалы. А как вам проект «Зарядье», кстати? Ну вот реализация, понимаете, по вопросу к видовым раскрытиям на Кремль? В первую очередь. Дорогой ты мой. Ну как я могу относиться к парку «Зарядье»? Я первое интервью давал, когда только парк открылся. Вот есть Красная площадь, есть Кремль, есть это самое, Василий Блаженный, и в этом же ряду стоит парк «Зарядье». То есть уровень архитектуры, ну, необсуждаемый. Я вас понял. А какой ваш любимый парк в Москве? «Зарядье»? Какой еще-то? Господи, ну что ты? У нас же абсолютно оптимистическая передача. Финальные вопросы совсем короткие, можно отвечать подольше. «Новая Москва» – это Москва или инвестпроект? Это в чистом виде инвестпроект. Не только я, большинство профессионалов и архитекторов не могут осмыслить, что произошло. Почему вот эти земли были присоединены к Москве? Почему были разыграны многостадийные конкурсы на территорию Москвы с привлечением зарубежных, великих урбанистов и градостроителей? Почему ничем это не кончилось? Почему развитие идет именно такое, а не иное? Что происходит с новыми территориями? Коренные ли там москвичи живут? Или все-таки за МКАДом все равно осталась территория несколько чуждая в Москве? Почему от области вырезан такой огромный клин? И где эта территория сейчас находится? На каком свете? Она не к области не принадлежит, она к Москве не принадлежит. Что такое? Какой-то неопознанный летающий объект с инопланетянами. Или все-таки это вдруг Москва? Или вдруг это область? Может, стоит часть отрезать, передать области? Может, сделать какое-то ре? У нас реконструкция, рекультивация, реновация. Может, эти земли реанимировать? Отдать их под какое-то другое использование? То есть, одни вопросы. Мне понятен твой вопрос, но ответа на него нет, потому что у меня точно такие же вопросы возникают. Причем в нашей среде они возникают у всех. И ответа ни у кого нет. Не у тех, кто занимается этой территорией. И не у тех, кто наблюдает со стороны, что там происходит. Вещи, которые нужно сделать, чтобы жизнь в Москве стала лучшим с точки зрения Союза архитекторов. Прямо можно официальную позицию? Официальная позиция очень простая. Во-первых, поставить архитектуру. Это не в Москве речь. Речь о России. Поставить архитектуру во главе нашего процесса. То есть, создание архитектурных, строительного процесса. Видишь, мы говорим строительного, на автомат мы говорим строительного процесса. Наверное, надо говорить архитектурно-проектно-строительного процесса. То есть, нашего процесса. Это самое главное. Это самое главное, чтобы архитектура стояла во главе, неформально стояла. Любой проект, прошедший все стадии согласования, он стоял во главе всего этого процесса. То есть он неукоснительно исполнялся. И причем вот тот закон, о котором мы с тобой говорили, закон об архитектуре, он должен стоять во главе этого процесса. То есть закон должен исполняться, а закон наверняка будет хороший. По крайней мере то, что сейчас пишется, если он не будет выхолощен в процессе принятия этого закона, он будет хороший. И если закон будет действовать, это будет закон номер один для нашей профессии. Вы говорили, что у вас, ваше главное произведение, это ваши трое внуков. Конечно, конечно. А какую вам профессию пожелаете? Ну только не ту, которую они сами выберут, а вот вы какую пожелаете? Ну, понимаешь, я настолько примитивный, ограниченный человек, что кроме буквы А я ничего не знаю. Я надеюсь, что какой-то след именно в архитектуре мои внуки оставят. Поэтому я понимаю, ты хотел услышать что-нибудь такое загадочное. А архитектура и все, архитектура. Тогда Союза надо подготовить почву. Сейчас очень красиво. Только этим и занимаемся. Это было реально очень интересно. Спасибо вам большое. Все, Дима, спасибо. Спасибо, что ты потратил свое драгоценное время. Я думаю, что вот это интервью, если хотя бы одного человека приведет в Союз, даже в твоем лице, это будет очень большой плюс для нашей организации. А наша организация нуждается в таких людях, как ты. Однозначно. Максимальная продажа. Прямо вас очень ждут. Я вступаю. Все. Все.